Сколько может стоить коллекционная кукла? Столько, сколько за неё готовы заплатить. Истинные ценители кукольного искусства могут легко расстаться с сотнями тысяч рублей, лишь бы в их гостиной или офисе поселилась такая красавица. Мода на изготовление авторских кукол пришла к нам из Европы, но наши мастера быстро поднялись на нужный уровень и теперь европейские коллекционеры могут годами вести переговоры и терпеливо ждать, когда им продадут запавшую в душу текстильную даму или войлочную девочку. Они продаются везде. Они продаются в галереях, на сотписи, они продаются в каких-то там своих сообщениях, потому что мир коллекционеров, они друг друга знают. Но в основном, да, в галерейных показах либо на аукционах. Куклы выполнены в самых разных техниках и стилях, при этом каких-то строгих правил не существует. Авторская кукла на то и авторская, чтобы быть уникальной и неповторимой. Мастера успешно сочетают различные материалы – текстиль, фарфор, полимерную глину. Но бывают и однолюбы. Например, куклы Ирины Андреевой выполнены только из овечьей шерсти. Это войлок в мокрообработке. Это цельный кусок. И с помощью вот именно воды начинает вытягиваться вся фигурка. То есть она цельная, она не полая, не пустая. Это цельный войлок. Все ее экспозиции, сделанные из войлка, несут одно – это тепло. И, как правило, свои экспозиции называют «теплый день», «сказочный день», да, либо «день из тепла». У большинства кукол невероятно печальное выражение лица. Это такое негласное правило, которого придерживаются все мастера. Авторская кукла не может быть веселой. На веселую куклу очень сложно смотреть. И через несколько минут или через минут 30 эта улыбка показывает, как оскал. Когда делается кукла, у нее выражение лица грустное, сосредоточенное, плачущая, страдающая, задумчивая. То есть кукла делается всегда только так, с таким лицом. Конечно, куклы могут быть невеселыми, но на некоторые экспонаты невозможно смотреть без улыбки. Например, коллекция Даши Рак. В отличие от других мастеров, она не профессиональный художник, она психолог. На выставке представлена ее коллекция со всеобъясняющим названием «Тараканы в голове». Организаторы выставки обещают не только подробную экскурсию, но еще и мастер-класс, чайпитие и, по желанию, сказкотерапию с профессиональным психологом. Олесь Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.